Вы слушаете канал жааш.клаб, транспорт будущего, квантовая телепартация. Когда люди слышат слово-сочетание «квантовая телепартация», то ключевым словом для них выступает второе, то есть обыватель концентрируется на том, что это мгновенное передвижение объекта из одной точки в другую. В этой фразе правильно все, кроме одного, никакие объекты с помощью данного способа телепортироваться не могут, перемещаются только их состояния, в результате в любом месте может появиться нечто с такими же свойствами, как у предыдущего объекта. Квант – это частица размерами в миллионы раз меньше, чем атом, и такими образованиями пронизано все вокруг, включая человека. Мы – это не просто кости, мышцы, системы органов. Человек состоит из ощущений, чувств и разноволновых флуктуаций, то есть колебаний. Наша квантовая энергия включает в себя не только интеллектуальные вибрации мозга, но и коллективный разум 50 триллионов клеток организма. Это фундамент природы, на уровне которого материя становится равнозначной энергией. Изначально наше тело состоит именно из квантовых колебаний, которые преобразуются в клетки, органы, мысли и эмоции. Те сигналы, которые посылает нам квантовое тело, мы иногда воспринимаем как интуицию. На уровне квантов все части человеческого тела от атома до органа, от чувства до мысли информационно объединены. Если мы счастливы, то химический коктейль путешествует по организму и делится с клетками этими ощущениями. То же самое происходит, когда приходит горе, диаметрально противоположные соединения буквально отравляют каждую молекулу человеческого организма, подавляя иммунитет. Соответственно, нами тотально управляют квантовые колебания. Таким образом и человеческая мысль может передаваться от объекта к объекту на какое угодно расстояние. Как только ученые познают природу их процесса и научатся им управлять, в будущем планируется создание глобальных квантовых коммутаторов, все участники которых будут способны мгновенно обмениваться мыслями. Также возможно проектирование компьютеров, которые способны взорвать привычные представления о киберпространстве. Информационный объем и скорость передачи этих немыслимых машин будет на десятки порядков выше, нежели у существующих сейчас, а квантовые вирусы станут кошмарным сном программиста. Дело в том, что после телепортации они будут способны функционировать вне компьютерной сети. Информационной единицей такого аппарата будет кубит. Сейчас киберсведения кодируются с помощью последовательности значений единицы и нуля. А квантовый бит будет включать в себя не классические дискретные значения, а их суперпозицию, характеризующуюся наложением одного на другое. То есть единицы в состоянии нуля и наоборот. Хотя такое с точки зрения сегодняшней ортодоксальной информатики невозможно. Но самой знаковой целью квантовой телепортации, можно сказать ее венцом, к сожалению, пока недостижимым даже в обозримом будущем, является буквально передача по телеграфу человеческого существа. Пока, с позволения сказать, такие опыты ученые проводили на уровне фотонов. Этот процесс возможен в случае, если у «квантового телеграфиста» будет на руках весь набор атомов, по сути, полное и подробное описание человека. Тогда с помощью сложного механизма преобразования состояний можно клонировать человека в любой заданной точке. Но не стоит представлять себе кошмарное нашествие клонов, этого не будет. Телепортированная личность по-прежнему остается одна, поскольку та, с которой был взят подробный образец, самостоятельно разрушится сразу после перемещения. Однако будущим поколениям следует учесть, что достаточно лишь единственной ошибки, и то, что раньше было чем-то братом или дядей, превратится в хаотичный и бессмысленный набор атомов. Продолжение истории читайте на сайте jah.club